ну чё всем здрасте всем привет вы на канале эмфасис я андрей скалорс добро пожаловать здесь мы говорим продавки технологии плагины и все что касается создания электронной танцевальной музыки что сегодня будем делать сегодня я хотел бы рассказать вам базированную базу про саббас тот самый саббас на который я постоянно ругаюсь прослушивая какие-то демки на стримах ну короче просто через одного наверное даже не так один из пяти наверное делает правильный саббас своих треках поэтому я уже устал это повторять течение там многих лет как это должно быть вот решил это зафиксировать в формате видео короче чтобы у вас был всегда гайд такой которым можно обратиться и типа посмотреть а как же должен быть этот саббас да то есть еще это вообще такое в принципе тоже поговорим конечно чтобы никто не ругался на ваши треки их ваши тюнцы как следует долбили в клубасике и вот эти люди которых я ласково любя называю объебосами еще раз подчеркиваю это не что-то плохое то есть это типа но если вы пишете электронную танцевальную музыку вот для них собственно говоря мы ее и пишем чтобы они кайфовали на танцполе слушая в клубе или там на фестивале ваш трек да то есть там качаясь все такое прилипали к колонкам вот так поближе короче чтобы как следует бас прочувствовать вот от вашего трека короче поговорим сегодня про это все сразу скажу будет довольно душно поэтому открывайте форточки наливайте там себе чаю видос будет такой больше разговорно теоретически но надеюсь что все но будет полезно погнали я подготовил несколько примеров то есть мы посмотрим вообще как типа должно быть ну вот на примере других чуваков то есть я тут довольно много кого-то брал то есть тут есть и drum and bass естественно есть и техно есть и попса типа скрилекса например или маршмеллоу ну и бэйс хаос есть то есть принципе постарался охватить короче большинство спектра в такой танцевальной самой распространенной музыки да единство что включать именно я их не могу то есть но я подписал специально название чтобы вы если что могли потом найти эти треки и послушать допустим да их ну типа если кто не знает например про них больше части нам более важно смотреть именно на картинки анализатора потому что я хочу на примерах вам показать как типа должно быть вот ну и про анализатор короче тоже поговорим ну плюс еще я составил вот такой вот список из нескольких пунктов что мы будем сегодня разбирать ну и конечно же куда без базированного деда который будет на нас смотреть и наблюдать затем соблюдаем ли мы базу или нет ну а давайте пройдемся по пунктикам и так что такое и зачем сап да если вы уже продюсер как бы опытные вам на это конечно наплевать но на всякий случай для других людей объясню сабаз это самая низкая частота самый низкий инструмент который есть у вас в треке ниже него ничего нету этот инструмент нужен для одной единственной цели в танцевальной музыке создавать дикое давление короче давление вот прям в грудак ну то есть если вы никогда в клубы не ходили я знаю что есть такие люди но поверьте на слово короче вообще многие челики они ходят в клубы не просто там пивасика попить да там познакомиться с девочками какими-то они ходят музыку послушать но не только послушать а еще и и прочувствовать короче то есть музыка в клубе на большой громкости ну или на фестивале да это в какой-то степени аттракцион потому что дома послушать мы ее и так можем наушниках типа это все херня да то есть но когда ты слушай на большой громкости именно сабаз начинает вибрировать в теле то есть когда там диджей или кто угодно там дропает короче трек да то есть включает его начинает вот это вот прям ну долбежка и естественно многим это долбежка нравится то есть хочется ну ставь плюс в чатике если тебе нравится долбежка вот им хочется чтобы музыку еще можно было почувствовать как следует ну громко конечно послушать там покайфовать но еще вот типа почувствовать ее короче именно сабаза это отвечает то есть вот эти его частоты они вот как раз создают вот эту необходимую вибрацию. Отсюда следует первое, собственно говоря, замечание, которое нужно понимать хорошо про саббас, цели полагания вашего трека. То есть, если, например, у вас там просто какой-то ambient или там ну просто хаусочек, который ну нахрен не нужно его играть в клубах, ну не хотите вы там пианинки, вокалы, то есть на клубы вы не рассчитываете. То есть это радийное там, например, что-то или просто домашняя прослушка такая. Там не нужен такой вот жесткий саббас, да, то есть не нужно прям вот соблюдать вот те вещи, про которые мы сегодня будем говорить. То есть ну, типа, естественно, если вы хотите трек, чтобы он звучал в клубе кайфово и все только радовались, когда слушают ваши треки, ну и ощущают его, то тогда соблюдать эти все пунктики нам нужно. То есть этот инструмент самый низкий и самый громкий. Многие неправильно представляют себе картинку АЧХ, ну амплитудно-частотной характеристики, да, то есть типа она не линейная, она вот такая сверху вниз, короче, идет. То есть если вы привыкли, например, по какому-нибудь там спану или в апфильтре, допустим, у вас стоит вот этот тилт дефолтный, да, то есть типа вы видите обычно картинку ровную, то есть выровненную, короче, полностью под одну линию, да. Это не так, как она на самом деле есть. То есть она на самом деле вот такая сверху вниз. То есть вот эти низкие частоты, они самые громкие. В них самая мощь, самая большая громкость. То есть все в них, короче. И еще раз, саббас это самый низкий инструмент. Ниже него ничего уже быть не может. То есть все, что ниже него, считается мусором. Ну, до этого сейчас дойдем, короче. Поэтому для того, чтобы подытожить еще раз, саббас это самый низкий инструмент, самый громкий и один из самых важных для того, чтобы именно создавалось ощущение вашего трека, да, ну, например, там в клубе или там на фестивале. Ну, короче, на большой громкости. Можешь в тачке даже, да, чтобы вот прям аж двери вибрировали, короче. Что нужно знать про частоты саббаса? Ну, во-первых, все, что ниже 30 Гц, можно в целом считать мусором. То есть, ну, например, любой там какой-нибудь трек, если вы посмотрите, у него могут быть частоты ниже 30 Гц, да, то есть, ну, анализатор у меня такой, у вас может быть какой угодно, там, спан, там, что угодно, короче, обретоновский аналайзер, хрен с ним, короче. Все, что ниже 30 Гц, считается, ну, практически бесполезными частотами. Почему? Потому что их, ну, даже если их можно воспроизвести, да, то есть, ну, оборудование, некоторое может воспроизведить такие частоты, особенно, конечно, когда вижу в описании наушниках, типа, там, 20 Гц наушники воспроизводят. Окей, может быть, они и воспроизводят, но никакого влияния, вот, именно на музыку эти частоты не оказывают, потому что они не создают давление, их не слышно, то есть, это просто частоты как-то, ну, как будто что-то вокруг тебя такое ощущается, да, то есть, это просто бесполезно именно для музыки. Ну, кстати, для китов, например, полезно, потому что в воде вот распространяются эти низкие медленные волны, они вот как раз на таких вот супер-ультра-низких басах и общаются примерно. Для нас, музыкантов, это все херня. Даже не до 20, как многие говорят, или там до 10, даже до 30. То есть 30 это вообще полный мусор. Плюс есть так называемый идеальный диапазон для саббаса. Именно в этом диапазоне вот сабб и создает, короче, вот эту необходимую вибрацию, да, то есть, типа, вот в теле, пробивает вот от чего-то, бьебосов все они там стремятся обнять эту колоночку, вот чтобы он еще больше им продолбил, короче, везде, где можно. Вот, это диапазон от 40 до 50 Гц. То есть я тут вот специально подписал даже нотки, которым соответствует этот диапазон. То есть это нота ми, ну, это обычно нулевая октава, ну, в зависимости от вашей давки, как у вас настроено, да, то есть, ну, например, в облетоне это нулевая октава, или там в риппере, да, какой-то. То есть это самая низкая октава, которая у нас может быть. Вот эти вот 4 ноты. 4 ноты являются самыми, ну, такими крутыми, хорошими, идеальными для создания саб-баса, да. Вот. Это еще раз не значит, что нам нужно только эти ноты использовать. То есть мы, например, можем вполне писать, ну, там, в каких-то других тональностях, но это значит, что вот эти ноты и вот этот диапазон должен занимать ну, хотя бы процентов 60-50, короче, может быть, ну, желательно больше от вашего бейслайна. Ну, сейчас покажу на примере, да, то есть как это все работает. То есть, если, например, этого диапазона будет меньше, ваш саб-бас будет просто иногда, ну, типа, что-то там нормально работать, в основное время он будет, короче, мимо проходить. Самые наблюдательные, наверное, из вас уже заметили, типа, ага, почему вот до 30 Гц мусор, а идеально у тебя от 40 Гц, а, типа, вот между 30 и 40, это что, это ок или не ок? Вот, это, скажем так, допустимые отклонения. То есть могут быть, встречаться могут треки, где все-таки бас попадает, например, вот ниже немножечко 40 Гц, то есть это ноты D, ну, это R, да, R, диез, вот, ну, типа, ниже уже точно нельзя, потому что все, что ниже, это уже совсем ниже 30 Гц, короче. Эти ноты на грани, очень на грани, потому что не все оборудование может их адекватно воспроизвести. То есть, например, если вы напишите свой бейслайн с использованием ноты D, там, или D-диез, на каком-то оборудовании это может хорошо относительно звучать, на каком-то нет, то есть, допустим, на какой-то, ну, в барной акустике, да, такой самой, там, примитивной, короче. Ну, просто небольшие относительно колонки, больше, чем дома, но, типа, небольшие относительно. Будет отстойно, а, например, там, на каком-нибудь Function One здоровенной клубной акустике это будет, ну, относительно нормально. Но все равно вот эти нотки и вообще диапазон 30 до 40 уже на грани. То есть, его можно использовать, но он не идеальный, короче. То есть, он считается уже таким, ну, как бы, окей, но лучше все-таки вот пытаться попадать вот в этот диапазон. Диапазон выше, например, от 50 Гц, да, ну, давайте скажем, что бас-сабас заканчивается где-то в районе, ну, давайте скажем, 80, примерно 80 Гц, то есть, 80 Гц это вот самый уже, короче, край, да, получается. То есть, саб-баса дальше уже начинается какой-то просто бас, там, хрен знает что, это, ну, это уже не саб получается. В этом диапазоне от 50 примерно до 80 тоже есть ноты, да, это нота, там, ля, например, соль диез, ну, и так далее. Эти ноты, они хорошо звучат, то есть, например, если, ну, типа, там, ниже 30 или, там, от 30 до 40, их просто тупо хорошо не слышно даже. То есть, они либо давление создают, либо не создают, да, в зависимости от акустики, то от 50 до 80 эти ноты хорошо звучат, то есть, их прям слышно на любой акустике, да, то есть, более-менее, ну, это нормально относительно. Даже, наверное, с наушников большинства их нормально будет слышно. Но они не создают давление, короче, то есть, типа, они просто гудят, как я это называю, то есть, типа, так, вот так вот делают, то есть, объебосы не радуются, короче, от таких вот ноток обычно, то есть, ну, они тоже хорошие, но они, короче, должны занимать меньшее количество вот в байслане. Сейчас на примере, естественно, тоже все покажу это. То есть, если мы хотим, ну, типа, чтобы саб-бас был идеальный, хороший, правильный, ну, и трек-долбал в клубе, как следует, надо вот попадать этим саб-басом вот этот наш идеальный диапазон. Сейчас все вот на примере еще раз покажу, прекратим базарить и вот покажу на примерах, короче. И еще одна вещь, которую нужно обязательно знать, это правильная громкость, короче, саб-баса, да, то есть, какая она должна быть. То есть, я еще раз напоминаю, вот с чего я начал видос, саб-бас это самая громкая частота, поэтому нужно проверять именно баланс того, чтобы у вас по, ну, АЧХ, саб-бас был самый громкий. То есть, все остальные частоты, они, короче, ну, шли сверху вниз, да, то есть, саб-басом и громкий, а потом все ниже, 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 ниже. То есть, верхние частоты, они самые тихие, по идее. Ну и да, я тут еще пятым пунктом выписал стерео, но стерео мы до него, может быть, потом дойдем, может, не дойдем, то есть, это самый такой неважный, на самом деле, пункт, то есть, хрен с ним, там, в принципе, стерео, что есть, что нету. Обычно все равно все, кто две секунды провели в интернете, занимаются продакшеном, они знают, что нужно все, что ниже 100 Гц, вырезать по стерео точно. Поэтому, ну, короче, ладно, до этого тоже дойдем. Окей, давайте посмотрим на примерах теперь. То есть, я вот эти подготовил тречки. Еще раз, сорян, не могу их включить для проигрывания, поверьте на слово, ну, или потом просто по названию можете их погуглить, послушать, как это все в реальности звучит. Нам нужна картинка больше, короче, то есть, чем, на самом деле, какой-то звук. Так, ну что, давайте посмотрим первый трек в анализаторе Noisia Dead Limit. Это один из таких самых известных драм-н-бэйс-треков. То есть, типа, с ним даже мем смешной связан, потому что он настолько мощный, настолько разъебывает на танцполе, что многие диджеи запрещают его играть до прайм-тайма. То есть, если ты, там, встал первым диджеем, например, да, в 11 часов, то тебе запрещено играть Dead Limit. Если ты его сыграешь, все тебя в бан нахрен отправляют, потому что ты слишком сильно начинаешь уже валить прям сходу. То есть, надо попозже, Dead Limit. Это, короче, прикол такой. Итак, смотрим. Еще раз, анализатор может быть любой, по вашему выбору, это абсолютно не важно. Смотрим, где у него sub-bass, да, то есть, у этого трека. Да, вот он. Самая низкая частота. Напоминаю для самых маленьких, что слева у нас низкие частоты, справа у нас высокие частоты, а по вертикали у нас громкая, собственно говоря, да. Типа, вот эта частота, это и есть sub-bass. Давайте обратим внимание, на какой частоте он играет. Частота это 44,75 Гц нота F. Так, и смотрим, что же я написал там. Нота F есть? Ну, как видите, есть. 44 попадает в диапазон 40 до 50? Да, попадает. То есть, этот sub-bass, вот в этом треке, он идеальный. Ну, и для тех, кто там слушает Drum'n'Bass, и, может быть, когда-нибудь ходил в клубе, и слышал этот трек, они знают, что это просто валилово несусветное, несусносное. Прям просто вот валит этот sub, прям нереально, короче, жирно, нереально круто. Если еще внимательно посмотреть, то кроме вот этой частоты, нету больше нихрена. Напоминаю, да, что мы примерно определили, что sub-bass у нас до 80 Гц, ну, там от 40 до 80. Ниже вот этой частоты ничего нету. Ну, вот это можно считать приближительно маленьким, то есть это вообще ничего, короче. И выше тоже ничего нету. То есть, ну, может быть, там дальше по треку что-то и идет, какие-то небольшие вставочки, да. Но вот самая основа трека, вот большая часть вот этого грува, вот этого лупа, который вот играет в основной части, получается, трека, это просто вот концентрированная вот эта частота сабовая. То есть ничего лишнего, ни на секунду этот трек не будет отпускать и бейбоссов на танцполе. То есть просто вот он только от колонки попробует отольнуть, и его сразу обратно вот так вдавливает нахрен, короче, этим sub-bassом. То есть это вот как примерно должен работать, ну, такой типичный драндубасный трек. То есть, еще раз, частота правильная, идеальная громкость. Ну, здесь даже немножечко перевал, но про то примерно, какая громкость должна быть, я скажу, но еще раз, самое главное, чтобы просто эта частота была самая громкая. То есть неважно, то есть по отношению к остальным, она, короче, должна быть самая громкая. Это вот единственное правило, то есть конкретная громкость не особо важна, главное, чтобы самая громкая. Вот, ну окей, давайте посмотрим другой трек. Это техно, Web Eclipse. Очень крутой техно-трек, то есть просто шикарный вообще, мне он очень нравится. Опять же, кто не слышал вот этого челика, Webbo, крайне советую его, короче, послушать. Давайте посмотрим, где у него саббас, да. Ну, это техно, поэтому здесь, скорее всего, в качестве саббаса выступает кик. Кик играет на ноте А. Это нота Ля, да, 55 Гц. То есть это вот то, о чём я писал вот здесь, то есть это допустимые отклонения. Эти отклонения ещё могут быть, ну скажем так, зависимы от стиля, короче. То есть, например, техно или там хаос, вот они очень любят вот эту ноту Ля в качестве своей основы для баса. Вот им кажется, что всё, что ниже, это уже как-то, ну, типа низковато, слишком сильно оно там как-то дует, да. То есть надо, чтобы получше слышно было. Вот, но в целом это всё ещё попадает в допустимые пределы, короче. Это не идеально по меркам, ну, такого трандубасного, короче, клубного звука, да. То есть, но это всё равно хороший, жирный, мощный бас. И опять же, обращаем внимание, это самая громкая частота. Все остальные частоты, они идут ниже. Вот, опять же, всё правильно сделано. Ну, и тут такой довольно резкий ещё срез. Супер, конечно, люто резкий. Прям вот ниже 45, да, там что-то вообще ни хрена нету. То есть, даже не знаю, зачем надо было это срезать. То есть, в принципе, если просто эти частоты ниже играют, чем саб, то уже пойдёт. Ну, тише, соответственно. Ниже это тише, значит. Вот, давайте посмотрим следующий трек. Это трек от Skrillex'а. Это довольно попсовый трек, но тоже кое-что про бас тут видно. Во-первых, здесь гораздо больше, в отличие от простого Drone and Bass'а или простого, там, техно, нот в басе. То есть, у нас появляется не только одна вот эта нота, да, одна частота, а разные ноты херачат, потому что там целая партия играет, соответственно. Ну, сейчас я когда до примера дойду, да, то есть мы партию будем создавать, типа, с правильным, правильным сабом. Там я это всё покажу. То есть здесь играет саб на 64 Гц, да, вот он тут есть. Здесь играет саб на 37 Гц, здесь играет саб ещё периодически вот на вот этих идеальных частотах, да, там 44, 48, то есть он попадает. То есть это всё тоже в пределах относительно нормы. То есть я бы не сказал, что это прям идеальный клубный звук, да. То есть вот если обратить внимание на вот этот, ну, типа, на картинку, то очень много всё-таки частот выше идеального. Частоты ниже тоже есть, и частоты в идеальном диапазоне, их как бы маловато, так, на мой вкус, да. То есть типа вот за вот этот луп, который проходит, они, ну, так, на скидку процентов 30-40 занимают. То есть это маловато, то есть хотелось бы, чтобы они занимали там больше половины, да, примерно. Ну, окей, это скорее радийный трек. То есть я выбрал там какой-то самый популярный, по-моему, с Джастин Бибером, там какой-то трекан. Блин, уже забыл, короче. Потом я ещё в описании напишу, какие треки были в качестве примеров, да, тут разобраны. То есть это скорее радийный трек, поэтому здесь вот такой вот прям насыщенный, мощный, идеальный сап, он не необходим. Поэтому, ну, тут в пределах нормы. Но опять всё вот очень правильно сделано, потому что, опять же, частоты громче, чем остальные. Всё, вот видите, всё, всё равно, всё равно сверху вниз всё идёт. И идеальный диапазон есть. То есть, скорее всего, там в тачке, в клубасике будет это всё как-то работать, плюс-минус нормально. Так, что у нас следующий трек? Следующий трек это Бададан. Бададан это тоже очень известный драм-н-бейс трек. Сейчас просто из каждого, блин, утюга играет. Вообще очень дохрена. У меня жена обожает Бададан, это её любимый, короче, трек. Опять, такая же ситуация. То есть есть у нас саббас в идеальном диапазоне. Вот на ноте F, да, на ноте D диез. То есть всё это попадает примерно пока в наш вот этот около идеальный диапазон. Ну и есть немножечко пониже. То есть там встречаются какие-то частоты, да, то есть типа, которые иногда всплывают. То есть не знаю, может там питч дроп такой у баса есть небольшой, да. Но они редкие и в целом погоды вообще не играют. Частоты выше, они как бы тоже есть. Тут вот не до конца понятно, это кик или не кик, но скорее всего это всё-таки не кик. Но они заметно тише, чем саб, да, то есть гораздо тише. Вот, то есть вот это саб, да, то есть вот это наша частота, которая там, ну, нота выше, сабовая нота выше, короче. Вот. И её немного. То есть она там периодически попукивает что-то, но в основном, типа, всё вот только в идеальном диапазоне играет. И точно можно сказать, что этот трек долбит нормально, как говорится. То есть будет в клубасике, в тачке. На любой акустике, где есть хороший саб, он будет прям валить чётенько. То есть всё, всё круто здесь сделано. Так, следующий трек это Гидра Лава Ран. То есть ещё один драм-н-бэйс трек. То есть довольно тоже хороший и известный популярный трек от пацанов Гидры. Вот. Здесь мы тоже наблюдаем примерно такую же картину. То есть опять же саб, то есть здесь он теперь плюс-минус на одной частоте, как было вот у Deadly Metanoise, да. То есть вот он, например, этот саб-бас тоже в диапазоне. 47 Гц, нота G. Вот, если посмотреть, всё попадает. Нота G у нас есть в этом диапазоне. Ну, плюс тут такой двухсмычковый бас получается, да. То есть типа у него, ну, как-то прыгает так. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Слышал или потом послушает, вы поймёте, о чём я говорю. Там такой странный ритм. То есть получается, вот этот идеальный диапазон, он примерно равнозначно по количеству времени, да. То есть соотносится с вот этим вот нотой выше, короче. Ну, в целом это прикольно работает. Даёт такую интересную модуляцию в этом треке. То есть это не тупо одна, блин, синусоида, да, сабовая, которая вот херач. То есть здесь как-то вот поинтереснее. И здесь можно заметить, вот на примере с Dead Limit, там, вот допустим, давайте ещё раз, вот это Lava Run. Вот посмотрите на громкость. Типа здесь громкость доходит у нас вот максимум до вот этих, ну, я по своему анализатору. Я, кстати, скидывал настройки своего вот этого анализатора. Если кому-то интересно, в Телеграм-канале можете найти. Громкость этого баса заметно тише. То есть здесь она доходит до минус десяти. У Noizia Dead Limit этот бас херачивает, ну, практически ещё в два раза больше. Это минус пяти практически, да. То есть, в принципе, и то, и другое это хорошо. Естественно, чем больше, тем лучше. Но звучание может заметно отличаться. Потому что, например, большое количество, слишком большое количество саббаса сжирает у вас середину. Очень сильно. То есть, например, вот Гидра Лаваран, он такой гораздо более серединистый трек. То есть, он такой... То есть, я не знаю, как сказать. Это, наверное, его более прикольно слушать, например, на большем количестве акустики. Потому что у него середина более прокаченная, да. То есть, более плотненькая вот эта. То есть, ну, за счёт того, что саба немножко меньше. Вот. Поэтому Гидра Лаваран это более универсальный трек, чем Noizia Dead Limit. То есть, в клубе, конечно, Dead Limit валит заметно сильнее. Но, в целом, и то, и то валит. Но вот Гидра Лаваран это такой по-универсальный трек. Потому что у него чуть поменьше баса и побольше середины. В целом, я бы сказал, что это вот, ну, более такой идеальный вариант. Лично для моих треков я всегда стараюсь всё-таки не переходить вот эту границу около минус 10. Но для меня это такая около идеальная громкость саба. То есть, больше не надо. Хочется, опять же, вот серединку добавлять, да. То есть, ну, вот здесь вот прям Perfecto Patronus. Как говорил Гарри Поттер. Вот практически идеальный саб вот в этом треке. Так, если мы посмотрим следующий трек. Marshmallow, да. Тоже какой-то я выбрал один из его тречков. Ну, Marshmallow, я думаю, представлять не надо. Здесь тоже ситуация такая же примерно. То есть, есть сабас, который громче всех остальных частот. В идеальном диапазоне. То есть, у него есть ещё нотка повыше. Но, опять же, большую часть бейслайна составляет именно идеальный диапазон. То есть, здесь всё по красоте. Ну, ничего ниже тоже нету, да. То есть, всё нормально. Так, ну и последний трек. Это Asis Later. Это Base House трек такой. Ну, довольно жирный. Тоже прикольный. Здесь, опять же, скорее всего, больше как на техно похожих. Вот и Base House, да. То есть, типа, кик с басом. Они там по одно целое, короче, смешиваются. Поэтому хер тут разберёшь. Но всё равно, опять же, тот же самый идеальный диапазон. 48 Гц попадает в 40К, 40К до 50К. И по громкости всё вот так вот, типа, у нас громче, чем остальные частоты. Я привёл вам целых 7 примеров довольно крутых треков. То есть, это всё треки-миллионники. Это всё треки от челиков, которые просто, ну, нереально крутые продюсеры. Я уж не знаю, кто ещё лучше. Ну, в рамках электронной музыки, естественно, да, там нашей. И у всех один и тот же паттерн. То есть, везде мы наблюдаем, что ниже 30 Гц ничего нет. Ну, или если есть, то это незначительно неважно. Это для трека вообще никак не влияет. Идеальный бас практически у всех, да, то есть присутствует. Ну, у некоторых просто полностью в этом диапазоне. У некоторых он там есть, да, то есть частоты. Но не всю дорогу, короче, не всю партию, например. Но всё равно, в основном, у всех есть. Отклонения тоже присутствуют. То есть, например, техно треки, они немножко повыше, да. То есть, типа, вот на ноте ля, например. Или у кого-то, может быть, немножко пониже. Там на ноте d-di-s, нота d, да. То есть, ну, это уже край-край. То есть, ниже точно нельзя. Нота c, нота do. Это совсем плохо. То есть, это слишком низко уже получается. И у всех всегда громкость сабаса выше громкости остальных частот. То есть, это база. Громкость это тоже очень важная штука. Ну, и, наверное, уже самые умные из вас, обладатели ICQ выше 30, наверное, начали задумываться. Типа, а зачем тогда вообще нужен сабвуфер? То есть, ну, там, какой-то, да, который саб воспроизводит. Если всё это прекрасно видно, вот эти вот базовые характеристики саба по анализаторам. То есть, типа, тебе даже ничего не надо, ну, реально там слышать, чтобы понимать, что саб у тебя хороший. И будет абсолютно правы. Абсолютно точно правы. То есть, действительно, нет необходимости этот саб слышать, как-то чувствовать во время того, как вы, типа, пишете свой трек. Потому что сабовые частоты, по ним всё очень хорошо видно по анализаторам. Типа, вкорячиваем любой анализатор. Там, спан, вот, м-энолайзер, который я использую. Там любой, короче, ProQ даже подходит. Смотрим, какая частота, какая громкость. Всё, это идеально показывает практически полностью, ну, типа, хороший у вас будет работать у вас саб или нет. Ну, ладно, хорошо. И чтобы вот совсем уж душнорида меня не докапывали, всё-таки до конца это не показывает всё равно. То есть, всё равно, даже если по анализаторам всё хорошо, всё равно надо слушать в клубе, потому что, ну, только тогда можно понять. Особенно, если у вас партия, например, баса, она вот такая разноноточная, да, то есть там много разных ноток. Но всё равно большую часть можно понять просто тупо по анализаторам. То есть, саб-бас – это самый лёгкий для контроля вообще элемент. Его очень хорошо видно, потому что, ну, это одна частота, блин. Ну, одна, один пик. Его видно отлично, контролируется шикарно. Ну, если у вас нету необходимости, чтобы вам постоянно, вот, грудак тоже пробивало, пока вы трек пишете, то есть, можно просто писать на наушниках, как я делаю уже много лет, или там на мониторах, ну, маленько-дюймовых, то есть, там, 3-5 дюймов. То есть, не надо там иметь какие-то здоровенные вот эти карабасы, да, гробы мониторные, там, по 40 литров, чтобы ещё вам саб был. Особенно, конечно, я кекаю с людей, которые имеют какую-нибудь там квартиру в панельке или маленькую комнатку, да, то есть, с плоскими стенами, зато вкорячивают здоровенные вот эти 7-дюймовки себе, и потом сидят вот в этом гуле от саба, который производится. То есть, не надо так, пожалуйста, господа, всё это хорошо видно по анализаторам. Итак, давайте, наконец-то, от вот этого базара теоретического перейдём к практике. Я покажу на примере, как это всё, ну, создаётся, да, то есть, как создавать, типа, идеальный бейслайн для своего трека. Вот, я тут загрузил серумец, свой любимый синтюк, вот, и, естественно, сейчас попробуем сделать бейслайн. Вот, я ещё раз, давайте ещё раз напомню, потому что информации много было, я думаю, там, как в одно ухо влетает, другой вылетает. Вот эти ноты, да, эти ноты идеальны. Это, кстати, ну, одна из причин, почему, например, тот же драм-н-бейс или там какой-нибудь, не знаю, даб-степ пишется в основном вот на вот нотах вот этот, в этой тональности, да. То есть, например, пишем мы трек, выбираем какую-то тональность, я думаю, все уже знают про существование тональностей, логично будет выбирать ту тональность ноты, которая есть в этом диапазоне. Причём ещё будет лучше всего, если именно тоника, то есть начальная нота тональности будет совпадать с какой-то из этих нот. Ну, это, опять же, драм-н-бейс, фа-минори, процентов 80, соответственно, писан, да, то есть или в ми-минори, или в соль-минори, то есть, короче, это вот самые распространённые тональности. То есть, выбираем, например, да, то есть, тонализ, ну, прям фа-минор, самый распространённый тонализ для драм-дубаса, для другой электронной музыки. Чё делаем? Когда прописываем наш саб, прописываем басец на ноте эф, то есть, это наша первая, да, нота получается. Ну, давайте посмотрим, на какой ноте сейчас играет. Вот, нота эф, да, 43 герца, 44, то есть, это вот наша нота. Потом мы, например, хотим всё-таки ноты какие-то сделать другие. Ну, одноноточный бас, это, конечно, всё хорошо, но как-то скучновато, да. Чё мы можем выбрать? Мы можем выбрать из того же набора, который у нас есть, то есть, у нас, например, из идеального набора, да, то есть, есть ещё нота соль в этой тональности, ну, и нота ре диез, она тоже как бы на грани, но она попадает. То есть, допустим, если вот накалякать какой-нибудь бас, ну, что-то типа такого, например, да, то есть, он будет практически всю дорогу в этом идеальном диапазоне. Давайте ещё раз посмотрим. Вот, F, потом G, и потом ре диез, да. Вот, не обязательно делать так. То есть, можно было, например, сделать по-другому, можно было выбрать нотки всё-таки повыше этого диапазона, например, не G, а, допустим, вот, ля диез. То есть, это нотка, которая играет выше диапазона идеального, но, как бы, ещё всё попадает всё-таки в сап более-менее, да. То есть, теперь у нас получается, вот если посмотреть на эту партию, в аналлайзеры, F, потом 60 Гц, да, там, и потом вот эти наши 39 Гц, ре диез. Но обратите внимание, что вот эта нотка, ля диез, да, то есть, она занимает меньшую часть квадрата. То есть, вот из четырёх тактов у нас получается, вот, ну, сколько там, одна четвёртая, да, вот, типа всего лишь, ну, нота выше диапазона, то есть, всё остальное в диапазоне. Если бы, например, у меня вот так вот было, то есть, допустим, вот такой вот у меня был диапазон, например, вот так вот сделаем, да, то есть, ля, потом GDS, а потом ре диез, да, этого было слишком много, вот этой частоты. То есть, у нас вот частота идёт выше диапазона, 57, потом в диапазоне более-менее попадает, и потом немножко ниже диапазон. То есть, например, такой бейслайн, он считался бы, ну, менее качающим. Хотя, опять же, если трек, типа, мы делаем для какого-то там радиоклуба, или, например, там, техно-стиль, да, например, то это бы по каналу. Потому что, ещё раз напоминаю, частоты выше диапазона, они не создают давление, как бы такого, ну, прям, супер-идеального, но они хорошо слышны. То есть, вашу партию будет идеально слышна, например. Если бы я сделал вот так, то есть, допустим, у меня бы началась партия с ноты C, это было бы плохо, потому что нота C, она попадает ниже диапазона 40-50, и практически уже в, ну, попадает в мусорный диапазон около 30 Гц, и с 32 слишком низко. То есть, практически, это никогда не будет хорошо работать, и не будет слышно. То есть, это просто бесполезная, короче, херня. Поэтому, слишком низкие частоты мы точно не берем, высокие частоты мы можем брать, но сплетим за тем, чтобы, например, большая часть бейслайна все-таки попадала в диапазон. Опять же, самый умный, я думаю, конечно, что среди вас все такие, скажет, а что делать, если я хочу в тональности написать другой? То есть, например, не вот который начинает с вот этих вот нот, а, допустим, в 7-миноре, например, да? То есть, ты же сказал, что нужно начинать с тоники, а тоника C это слишком высоко, что делать, да? То есть, делать очень просто. То есть, опять же, мы начинаем с тоники, это все так. Это для душнорей, сразу скажу, это не жесткое правило, это просто примерно, ну, стиль электронной музыки танцевальный, то есть, что начинается партия с тоники. То есть, это может быть не так абсолютно, естественно, музыканты на меня сверху наверняка на суд за такие слова, но вот в электронике у нас в танцевальной вот так вот, типа, начинаем с тоники, короче. Вот, тоника у нас проходит, но она занимает небольшое количество времени, то есть, там какой-то максимум один такт, а может быть, желательно даже меньше. То есть, я сказал, что бы где-то, наверное, одну четвертую такта занимает вот эта тоника. Потом мы сразу переходим в какую-то ноту, попадающую в идеальный диапазон, потому что даже вот в этой тональности, в любой тональности эти ноты есть. Например, в C-миноре у нас есть нота ми-е, у нас есть нота фа-дьес, у нас есть нота соль. Выбирай не хочу, то есть, что хочешь, бери, да и юзай. например, давайте вот следующую ноту у нас будет, допустим, соль. Вот у нас получилась партия такая, что первая нота, она выше диапазона, но тоника, все правильно, тональность, как бы, у нас будет читаться. Но потом мы попадаем вот в эту ноту в диапазоне, она играет большую часть, например, там двух или четырех тактов, ну и потом мы делаем, что хотим. Например, давайте вот так вот сделаем, например, вот так вот, что у нас нота ля есть в этой тональности или нет? Да, нота ля есть в этой тональности, то есть, допустим, вот так вот проходит и потом повторяется еще разочек вот так вот. Вот. И здесь, например, вот эту ноту мы меняем на какую-то другую в диапазоне, ну, допустим, фа-диез, да, например. То есть, вот как у нас, вот анализ у нас есть, есть. То есть, получается, бейслайн, вот есть его разобрать вот эта нота тоника но она выше диапазона но она коротенькая то есть ее много нету и и так же как вот эти вот но ты даться не тоже выше диапазона нас будет читаться тональность да то есть из разных нот но основа бейслайна все-таки это ноты в диапазоне получается большая вот часть вот этого квадрата нашего дату из нашей партии вот этого базового лупа она происходит в диапазоне то есть и можно сказать вот по вот этой партии что все будет четенько все будет круто вас будет долбить вот этот маленький кусочек он быстро пройдет но в принципе сделать свою работу да то есть а вот основную долбежку будет производить вот эти вот ноты короче будет все по кайфу уже есть вот второй момент это естественно громкость из давайте посмотрим теперь как бейслайн с наш идеальный бейслайн до который вот я сделал по громкости соотносится с барабанами например водки вот вас опять же понимаем по паттерну громкость нихрена не самая большая у собас поэтому что нам это говорит надо повысить громкость собаса правильно то есть мы повышаем громкость саба до того момента чтобы на какое-то количество то здесь уже большие вариации то есть каждый по-разному как хочет так и дрочит как говорится да то есть у кого-то сильно много чем кика у кого-то ну практически одинаково но должно быть главное больше то есть вот так вот уже правильно саба больше чем кика ну можно конечно еще кик там приспустить чутка да там если сильно например он валит то есть главное чтобы соблюдалась вот эта зависимость то есть саб самый громкий да то есть а потом уже все остальные звуки от него опять же хаосовики или технарии пожалуйста сильно меня не обоссылаете у вас может быть по-другому у вас может быть все таки кик например самый громкий а саба как такового нету да то есть столько бас выше например и он ну может быть потише чем кика то есть зависимость в принципе такая довольно простая чем ниже частота тем она громче все частоты выше нее до правее должны быть тише не вот так вот должен то есть неважно это кик все-таки в качестве саба выступает в летца в качестве саба ой блин надеюсь я вам голову не заморочил не запутал но вот короче на самом деле все не так-то и сложно вот что делать например есть есть ноты которые слишком высокие вот давайте я вообще суд например возьму и вот эту ноту ну подниму вот куда-нибудь допустим сюда то есть вот это уже наши 80 примерно герц там вот смотрим на анализа то внимательно вот смотрите сейчас у нас у нас нет никакой вариации там velocity то есть все ноты играет на одной и той же громкости есть проблемка небольшая потому что саб если играть его на высоких нотах он сохраняет ту же громкость иногда в некоторых случаях он даже увеличивает свою громкость но не знаю получится это здесь показать у меня или нет он нота выше басовая может играть громче чем сабовая вот вот здесь у частота да поэтому надо за этим тоже следить то есть еще раз зависимость что с чем ниже частота тем она громче должна сохраняться например если вот эта частота у нас слишком громкая то есть или там равнозначно сабовой например ее надо понижать то есть она должна быть потише так то у нас велосьте них на не работает да то есть ну давайте просто какой-нибудь utility автомэйшн запер долю то есть это самом деле неважно как то есть просто вот эта частота которая играет выше да она ну вот сабова диапазона она должна быть тише все-таки вот саб а вот это более высокая нота это будет довольно плохо звучать если вот эта частота будет либо равнозначно сабу либо все-таки заметно его выше но равнозначно еще более-менее ок но все равно лучше держать пониже короче чем саб почему потому что на большой громкости все это будет дудеть гудеть будет прям супер неприятный звук короче ну там вариации к шее зависимости от чистоты в зависимости от ее длительности тоже то есть много чем может быть плохого поэтому просто стараемся по такому шаблону держать частоты выше даже если они в сабе все еще это сабовой частоты тише чем частоты ниже вот так вот то есть вот этот сверху вниз это должна быть базированная база для вас короче всегда если вот эти все вещи которые сегодня описывал соблюдать я понимаю конечно что компромиссы будут присутствовать то есть музыка как бы штука такая которая нельзя просто циферками анализаторами описывать то есть естественно есть треки вы можете скинуть миллион примеров где вообще даже близко не так как я например здесь описывал да типа и это хороший трек там всем нравится все кайфуют короче такое есть да то есть если все таки конечно ваша идея не попадает вот в то чтобы вот все это соблюдалось оставляйте идею хрен с ним то есть короче типа музыка она главное чтобы она звучала круто да то есть вот эти все циферки это для задротов вообще для лошпедов домоседов то есть нам это все конечно не надо но грамотный продюсер он старается свой трек все-таки сделать максимально универсальным то есть чтобы и в клубе объебосы кайфанули и дома всякие девочки которые будут слушать ваш трек рандомно с youtube а там откуда тоже кайфанули там наушниках и в машине какой-нибудь дальнобойщик тоже ваш трек слушал кайфовал то есть короче чем более он универсальный тем лучше поэтому если у вас будет такая два стула да вы будете усидите на двух стульях что у вас будет одновременно и ваша идея соответствовать ну там ваша идея все будет как вы хотели короче партии до басса еще и будет попадать вот в эти все циферки нужна и правильная типа то будет идеально ну и драндубасе рамут они постоянно вот так вот лавируют короче то есть как бы вот так вот сделать чтобы все было правильно но еще идея была хорошая ну и конечно стоит сказать что многие конечно все таки выбирают в конечно итоге циферки они идею то есть Ну, типа, вот по циферкам все будет работать, так и оставляем, короче А идея, ну, хрен с ним, короче Я бы все-таки сказал, что лучше идею держать главную А циферки просто вот проверять, знать, как должно быть примерно, да То есть, если что, пытаться, ну, соотнести одно с другим Ну, ладно, короче, я думаю, так, информация сильно до хрена Да, по стерео рассказывать особо нечего Сапа это практически всегда моно Вот, поэтому, в принципе, просто проверяете Ну, я уже как-то в видосе про мифы в продакшене этого всего касался Моно, не моно, может быть, стерео Главное, чтобы был моносовместимым Чтобы не было фазовых вычетов никаких И будет все тогда кайфово Ладно, все, я рассказал все, что хотел по базе Сапа Еще раз, вариации могут быть Не кидайтесь меня какахами, если вы, допустим, увидите какой-то трек, где вообще все не так Но в основном все треки, они примерно это все соблюдают Поэтому базу рассказал, ваше дело это все соблюдать или нет Желательно, да Но идея first, идея первая должна быть Ладно, давайте закругляться Спасибо, что посмотрели Не забудьте подписаться на YouTube канал Здесь выходят видосы регулярно По разным темам Душным, как сегодня Менее душным Разборки выходят Короче, куча годноты Поэтому ставьте лозики ваши Не забывайте, пожалуйста Это единственная ваша вот маленькая плата За то, что я делаю Стараюсь для вас записывать всякую разную полезную информацию Короче Вот, также не забудьте подписаться на наш телеграммный канал Здесь всякие анонсы, статьи Там все, что касается жизни Emphasis Все это тут есть Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить Ну и самые, конечно, те, кто хочет стать продюсерами Падайте в наш Emphasis Premium Телеграммный чат Сердце комьюнити Кузнецу Кузнецу комьюнити Вот, там, где мы слушаем демки каждый день ваши Проводим созвоны в зуме каждую неделю Про продакшн разговариваем Материалом полезным делимся Очень много годноты в этом чатике Поэтому заходите Все ссылочки в описании есть Ну и да, кстати, не забывайте еще качать бесплатный сэмплпак Который я тоже делал Ну и не забывайте, конечно, покупать еще платный сэмплпак Поддерживайте комьюнити Потому что этим Ну, вот так вот Ладно, спасибо за просмотр Увидимся очень скоро Пишите музыку Делайте крутой сэп И будьте базированными Да? Пока